Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте открыть 12-й международный симпозиум «Проблемные вопросы глукомы». Сегодня он будет посвящен искусственному интеллекту. И это не случайно. Искусственный интеллект – это слово 2023 года. Недавно прошел мировой конгресс по глукоме в Риме, и на нем очень много внимания было уделено искусственному интеллекту. Представьте себе, много лет, десятилетия мы занимались скринингом, мы пытались найти методы раннего выявления, заболевания и определения прогрессирования. И вот теперь мы все готовы отдать в руки искусственному интеллекту. Но готовы ли ли? Какие проблемы нам предстоит преодолеть в этом плане? Вот об этом расскажут сегодня мировые эксперты в этой области из Национального института Сингапура, клиники в термологической Лос-Анджелесе, Южной Калифорнии и Университета Чжианьшане, Китая. Я с удовольствием представляю моего со-модератора, вы все хорошо знаете, доктора Антонова Алексея Анатольевича. И сейчас традиционно слово для приветствия я передаю академику Российской Академии Наук Валерию Александровичу Черешневу. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, зарубежные гости. Позвольте вас сердечно приветствовать в день открытия уже 12-й конференции, 12-го симпозиума «Актуальные проблемы глухолы», которые сегодня посвящены проблемам «Искусственный интеллект в диагностике и мониторинге». В 1956 году на одном из семинаров в Американском университете Джон Маккарти ввел этот термин «Искусственный интеллект». И он понимал под ним направление научное, одно из направлений компьютерной технологии, которая обобщает информацию и решает задачи, подобно тому, как это делает человек. И вот две группы задач решает искусственный интеллект в основном за прошедшие полвека. Первая задача – это вот как раз и есть первая – решать и приближать, как это делает человек. А вторая задача – это создание искусственного разума, который объединяет искусственный интеллект и решает задачи во благо, так написано, и во имя всего человечества. Ну, больше всего решений практически, в конец процентов 90-95, это для решения первой задачи, приближенных к человеку. Ну, все мы хорошо знаем систему Алиса и джейсты, и телефон сотовый, ну, в общем, и компьютеры и так далее, все это уже пронизывает нашу жизнь. Есть и новые системы, вот последняя разработанная чат-бот, которая сочиняет рассказы, обобщает, пишет отчеты, студенты уже занимаются этим и пишут дипломы. Более того, диссертации уже пишутся по системе чат-бот, и причем, если закладываешь программу, чтобы не повторялась чья-то работа, это делает искусственный интеллект очень просто. И вот Владимир Михайлович Филиппов, председатель ВАГ, он прямо сказал, что пока антиплагия против этой системы не работает. Есть еще много систем. Система Deep Blue, это система IBM программы, это очень интересная система Watson, которая и в медицине широко применяется, особенно с 2012 года, когда появились большие мощности компьютеров, суперкомпьютеров, и большие данные начали анализировать, и выводы очень интересные. И в медицине, и в промышленности, и в экономике, постановка диагноза, особенно в онкологии, особенно мониторинг, сужение после цунта, после инфаркта миокарда, все это достаточно хорошо известные вещи. Я просто хочу сказать, что вот та же система Watson, она не только в медицине анализирует, она создала и робота, знаменитого шахматиста, который играет с чемпионами мира, играет с высоко рейтингами шахматистами, и, как правило, если 20-30 лет назад газеты пестрелили, Гроссмейстер, Тарин, там, в 70-е годы выиграл, 10 партий из 10-ти у робота, то сейчас такого не следует. Вообще нет еще сообщений. Почему? Да потому что роботы 100% выигрывают у всех Гроссмейстеров. То есть совершенствуется техника, и с техникой соперничать очень сложно. Поэтому вопросы того, да, дрон запустить можно, искусственный интеллект, но его можно переграммировать в воздухе, и он будет атаковать не противника, а самих себя. И это очень вызывает большое беспокойство, и симпозиум по этому поводу проводится. Как бы не допустить искусственный интеллект, чтобы он пошел на уничтожение мира, борясь с программой, которая заложена в нем. Он нацелен на заложенную справедливость, чуткость, мир, существование и так далее. А если это не соответствует программе, заложенном в нем, он начинает уничтожать то, что не соответствует. Поэтому новое направление в науке появляется на базе искусственного интеллекта, теоретической математики, когнитивной психологии и нейрофизиологии. Сейчас рождается новое направление. Это когнитология, наука разума, об интеллекте, о мышлении. И эта наука говорит, что надо решать в проблеме искусственный интеллект большие этические и правовые вопросы. Ведь если будет, как искусственный интеллект должен быть, направлено на качество жизни, если будет хорошо человеку, будет хорошо государство. А сегодня, во время наступления 300-летия Российской Академии наук, уместно вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова, что сила, могущество и величие государства заключаются в сбережении и сохранении, размножении народа, а не в обширности территорий тщетных безобитателей. Поэтому, дорогие друзья, в заключение я хочу от имени всех нас, высокие слова благодарности Наталье Ивановне Куршиной, которая в 12-й раз собирает этот симпозиум по актуальным проблемам, продумает все до мелочей. И, как всегда, и сегодня будет интересно, будет познавательно, будет очень информативно. И даже все продумала до мелочей сегодня 10 ноября. Что за день? Международный день науки за мир и развитие. Поздравляю вас с этим праздником. Успешной всем работой. Большое спасибо, Валерий Александрович. А сейчас позвольте слово для приветствия передать президенту Общества катарактальных и рефракционных хирургов профессору Трубилину Владимиру Николаевичу. Уважаемая Наталья Ивановна, уважаемые коллеги, по версии словаря Коллинз словом 2023 года стала аббревиатура AI, обозначающая Artificial Intelligence, искусственный интеллект. Вполне логично, что очередной 12-й международный симпозиум проблемной вопроса Глаукомы, который мы открываем сегодня, носит название «Искусственный интеллект. Диагностики и мониторинги». Искусственный интеллект кардинально меняет подходы к диагностике и лечению Глаукомы, облегчая раннее выявление заболевания, уточняя диагностику и делая лечение более целенаправленным. Искусственный интеллект точно анализирует изображение глазного дна и результаты периметрии для определения первых признаков Глаукомы и прогнозирования ее развития. Также искусственный интеллект используется для детального анализа сканов ОКТ, выявляя начальные изменения, связанные с Глаукомой. В области лечения искусственный интеллект помогает предугадывать, как пациенты отреагируют на разные виды терапии, контролируют внутриглазное давление и оценивают результаты после операции. Проводятся исследования по использованию искусственного интеллекта и для изучения генетических основ Глаукомы и создания новых видов генной терапии. Однако, несмотря на потенциальное преимущество, применение искусственного интеллекта ограничено этическими, правовыми и техническими сложностями. Решение указанных проблем обещает значительное повышение эффективности динамического наблюдения за пациентами с Глаукомой, улучшая исходы лечения и качество их жизни. Таким образом, искусственный интеллект открывает новые горизонты предотвращений прогрессирования Глаукомы и снижения риска потери зрения. В заключении хочу признаться, что для подготовки приветственной речи я воспользовался искусственным интеллектом, подключив чат GPT. Желаю всем лекторам и слушателям плодотворной работы. Да, большое спасибо Владимиру Николаевичу за такое оригинальное вступление как раз именно по теме нашего сегодняшнего симпозиума. Ну и я надеюсь, что мы все-таки услышим Бориса Эдуардовича. Да-да, конечно, Наталья Ивановна. Спасибо большое за возможность подключиться и сказать приветственное слово и потом послушать те доклады, которые сегодня в программе. Об искусственном интеллекте, в частности в Глаукоме, уже было сказано. И я думаю, что я не буду добавлять о значимости этой проблемы. И тем не менее мы знаем, что искусственный интеллект, роботизированная хирургия и компьютерные элементы диагностики и лечения входят в нашу жизнь очень стремительно. Недавно я изучал проблему роботизированной хирургии с использованием искусственного интеллекта. переднего отрезка глаза. И с удивлением узнал, что на реакцию на непредвиденную ситуацию опытному хирургу нужно 300 миллисекунд. Это небольшое, казалось бы, время для того, чтобы среагировать на нештатную и нестандартную ситуацию. Но при использовании компьютерных технологий искусственного интеллекта мы можем в десятки, если не в сотни раз сократить время реакции на нештатные ситуации, на какие-то нюансы и, соответственно, повысить качество и эффективность нашего лечения. Искусственный интеллект уже давно обыгрывает в тренажерах летательных опытных летчиков, военных пилотов. И можно много перечислять преимуществ этой технологии в медицине. Поэтому я хочу поблагодарить Наталью Ивановну за то, что она составила эту замечательную программу, касающуюся использования искусственного интеллекта в лечении глаукомы, пригласила к нам прекрасных спикеров из Сингапура, Китайской Народной Республики, США и России и взяла на себя смелость поднять эту серьезную проблему. И мы с удовольствием сегодня предоставляем слово ведущим экспертам и желаем успехов в проведении этой конференции. Спасибо большое. Да, большое спасибо, Борис Эдуардович, за такое замечательное приветствие. Продолжение следует...